Может быть, мы начнем тогда сразу с вопросов, потому что я помню, что уважаемый Минахан Мендал хотел задать вопросы. Ну, пока вроде молчание. Да. Ладно. Начинаем. Друзья, надежда, что нас будет больше. Мы сегодня с вами говорим о существах совершенно невозможных, судя по переводам. Но, как окажется, они абсолютно реальные, абсолютно конкретные. Никакой мистики, никакой фантастики. Однако, давайте обратимся сначала к переводу. Возьмем синодальный перевод пророка Ишлияху. Тридцатьчетвертая, например, глава. Вот пророческое видение, пророчество о разрушении Сиона. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапиву, репейниками, твери в твердыне ее. Будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, лешие будут перекликаться один к другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там у гнездица, литвучий змей. В другом переводе еж. Будет класть яйца и выводить детей, и собирать их посеять свою. Там и коршины будут собираться один к другому. Хороший зоопарк получается. Особенно мне нравятся летучие ежи, откладывающие яйца. Ну вот еще один пассаж, перевод на русский язык книги. Исайя, тринадцатая глава. Пророчество о Вавилоне. И помилом красотцаров, гордость Халдеев будет не спровержен богом Косодома Гамура. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет травитянам шатра свои пастухи. С стадами не будут отдыхать там. Но будут обидать в нем звери пустыми, и дома наполнятся силинами. Страусы поселятся, и косматы будут скакать там. Шакалы будут в лучших чертогах их, и гиены в усилительных домах. С гиенами и шакалами еще можно не спорить, потому что за косматы. А страусы в усилительных домах – это замечательный пассаж. Но есть одно слово, ради которого мы все-таки и собрались здесь. Филины. Вот насчет них абсолютно правильно. И послушайте такой риарх за всеми этими страусами, косматами, ежами, а в других переводах еще привидениями, ланиями, ночными, релит и прочим бестиарем скрываются евритские термины. Десять раз упоминаются представители, мы забегаем вперед, но об этом все заняться-то и будем говорить, поэтому никакого забегания вперед, собственно, и нет. Сразу же скрываем, потому что карты – это все представители савимых. Перед нами представители богатейшей армитологической фауны Израиля, обитающие и по сей день в наших краях многочисленные филины, свечи, сепухи, совы. Ну, я думаю, что начнем по порядку. По какому порядку? Пускай это будет алфавитный порядок. Начнем с одной из самых типичных птичек. Сейчас мы ее с вами найдем. Вот. Ох! Ох! Птичка, которая встречается всего лишь один раз. И как раз в книге пророка Исаии, и как раз при описании грядущего упадка и запустения Бавилона, красный царств величия Халдеев. И сказано так. Разряды там степные животные, заполняют дома их Охим, поселятся там Бнотьяна, это нам животное тоже понадобится, и Сейлим запляшут там. В переводе мы читаем следующее. Нас интересует сейчас перевод именно на русский язык. И, 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 у нас сказано так. Так. Но будут обитать в нем звери пустыни, дома наполнятся филинами. Ох, ты же, как филин. Страусы поселятся. Там косматые будут скакать, то, что мы уже видели. И античные переводчики этого текста на греческий язык останавливались на таком варианте толкования слова Ох, как эхо, то есть звук, что отразилось и в переводе на церковнославянский язык. Там у нас не сильно заполнят их дома какие-то шумы, громкие звуки. В этом есть некая мистическая поэтика, когда заполняются заброшенные дома потусторонними какими-то голосами. Но большая группа комментаторов все-таки рассматривает полох не как эхо, а как представитель мира животных. Правда, выбор широкий. Выбирайте, что вам больше нравится. Шакал, крокодил, куница, обезьяна. Несколько обособленно стоят ближе к этим потусторонним звукам некие печальные существа из английского перевода Библии Кинг Джеймс, Короля Якова. Но вот третья группа комментаторов сходится во мнении, что речь все-таки идет о представителе ночных хищных птиц. И название ох можно воспринимать как звукоподражательное, которое в полной мере отражает характер голоса палестинского филина, широко распространенного в нашем ближневосточном регионе. И знаменитое уханье филина послужило основанием для номинации данной птицы и в других языках. Ну, если кто-то из вас знает немецкий язык, то подскажет, что филин, немецкий, просто уху, ухо. Вот. И немножко сейчас мы вернемся к нашему оху, к нашему палестинскому филину или эрцисраэльскому. Ну, вот тут я хотел рассказать, что сегодня наше занятие меньше всего связано с древними мифологиями. Радуйтесь, Минахин, сегодня когда занимаемся больше проблемами перевода. Итак, возвращаемся к нашему филину. Два слова о нем. Потому что, как у всех филинов, у этого палестинского Буба-Буба о Хароне, типичная особенность. Это крупные пучки перьев над ушами, голова крупная, меньше, чем у фараонового филина, с которым мы тоже встретимся. А краска, пока серовато-желтоватая, распространен по всему ближнему востоку Малой Азии. Исключительно ночной образ жизни. Хищник. Питается некрупными позвоночными животными. Ну, красавец. В прекрасном, хотите с ним познакомиться поближе, он, замечательный персонаж, живет в Иерусалимском библейском зоопарке. Следующего, кого мы с вами встречаем, у нас будет... Не хочет пролистываться. Вот он. Фраунов Филинг, который назван на иврите Батьяна. Современное значение Батьяна – это страус. Но в Библии имеется в виду совсем не он. Прежде всего, Батьяна у нас фигурирует в перечне птиц, запрещенных к употреблению пищи. Из книги «Дворим» в Батьяна, «Тахмаз», «Шахов», «Чайка-нет», «Ястреб-перепилятник породу» его. Одно упоминание. И еще шесть раз Батьяна упоминается в речениях пророков. Уже упомянутый Исаия, тринадцатая глава, пророчество Вавилоне. Поселится там Бенопьяна. Сейлим запляшет там косматые некие какие-то. Простут дворцы ее бедренцом, крапивой, чертополохом, крепостью ее ставят на пожилищем. Таним, пристанищем для Бнотьяна. Под Таним понимаются или шакалы, или разновидности Силенов. Почитает меня будет зверь полевой, опять же Таним, и Бнотьяна, ибо я дал в пустыне воды, реки в пустыне, чтобы напоить народ мой и избранный мой. Это сорок третья глава Исаии. В Иеремии, Иермияхо, говорится о Месопотамии, там не Казбим. Поэтому поселятся там степные животные, и будут жить в ней Бнотьяна. Иоанна не будет, она больше обитаема вовеки, не будет заселена она вовеки веков. Странно было бы, если бы это везде фигурировали всем нам известные Эму или другие какие-то страусы. Об этом сетовать буду и вопить, ходить буду как безумные ногой, подниму вспоминальный вопль, как шакалы и траурный плащ, как Бнотьяна. Вы когда-нибудь слышали траурный плащ страус? Со страусами можно пообщаться, съездив в сафари в Рамадган. Они с удовольствием засунут свои бошки к вам в машину, будут клевать чипсы, вырывать из рук, щипаться. Но никакого траурного плаща вы от них не дождетесь. Иофф говорит следующим образом. Побратался я с шакалами, с Бнотьяна сдружусь. Видите, все время Бнот и она идут в связке с Таним. Есть предположение, что Таним это филины. И тогда совершенно ясно, что это как бы птицы одного ряда семантического должно быть. Но даже если Таним это шакалы, то в общем-то тоже ночные воющие существа и птицы с явно специфическим голосом это никак не страус. Откуда же такая ошибка? Просто в древности мудрецам была хорошо известна птица Я-Эн. И это и есть страус. Я-Эн, Я-А-Эн. И отразделялся по созвучию с Бат-Я-А-НА. Интересно, что Ин-А-Ди-ДА в некоторых переводах Бат-Я-А-НА переводится дословно. Дочь страус. И будут жить в ней дочери страус. Тоже забавно, да? И, конечно, сомнение вызывает, что страус может быть обитательным дворцовым руинам в большинстве домов. И насчет голоса. Заметим, что это дает возможность современным исследователям предположить, что речь идет о фараоновом или пустынном фильме. Который обладает среди сильных, особым таким рыдающим, стянающим голосом. Птица крупная, длина тела до 50 сантиметров, встречается на ближнем востоке с северной Африкой. И крупная-крупная считается, что один из достаточно мелких видов рода филина. И питается млекопитающими, скопионами, рептилиями. Любят заброшенные каменные строения. Вот отсюда и развалены. Так, есть вопрос какой-то? Нет, нет. Мне почему-то замигал чат, но никакого вопроса нет. Я вижу, что народ подгребает. О, очень приятно. Все-таки приятно, когда не кайфер получили тару. Переходим к следующей птичке. Это ян-шуф. Вот ян-шуф и в современном языке у нас явно имеет отношение к словам. Упоминается в, опять же, перечислении хищных ночных видов, причемных пищи. В вайкрафт. Этих не должны быть есть из них. Кос. О нем скоро речь пойдет. Шавах. И о нем тоже. И ян-шуф. Птицы одного ряда. Интересно, что в синодальном переводе в одном месте Ян-шуф переводится, да, как филен. А вот в двух других случаях он, благодаря греческому переводу, переводу на таком-савянский язык, превратился в Ибиса. Ибиса, что достаточно странно. С одной стороны, потому что Ибис совсем птица, достаточно экзотическая канала для нас. С другой стороны, понятно, переводчики прекрасно знали, что евреи, вышедшие из египетского плена, Знакомы с Ибисом были не по-наслужке. Это все-таки воплощение бога Тота. И есть предположение, что Ибис попадает под другим именем в Танах. Один раз есть упоминание очень странное в книге Иова о метам Тухот. Вот есть предположение, что Тухот это и есть Ибис, хотя везде переводится даже не как животное, не как птица, а как внутренние органы человека. Такие встречаются тоже в Казах. Но мы говорим сейчас не про Ибисов, потому что мы же и обещали по минимуму сегодня говорить о мифологии, тем более египетской. Возвращаемся к Яншуфу. Опять же, в книге дворим тот же самый ряд идет. Коз, Яншуф, Тиншамет. Тиншамет и в современном языке у нас сова. Тилен тоже птица, которую кушать нельзя. И, наконец, в Исайе мы встречаемся с этой птицей при описании разрушения и запустении Эдома. Приобретут землю Эдома Каат. Как мы увидим, Каат то же самое, что Коз и Кипод, но про этого Ежа отдельная песня. И Яншуф и Орев, ворон, о котором мы говорили на прошлых занятиях, посеются в ней, склонятся над ней черта пустоты и камни хаоса. Относительно происхождения слова Яншуф есть две точки зрения. Первая, темология восходит к корню Нэшов, что означает «поздний вечер». Подчеркивается ночной образ жизни птиц. А вторая, с точки зрения, я сказал, происходит от глагола Нашав. «Дышать», «вдыхать», потому что в голосе этой ночной птицы слышно сильное придыхание. В Талмуде и Яншуф, и Теншемет названы арамейским словом «кисоса». И в трактате «Инида» упоминается, что у птицы кифофа глаза и скулы, как у человека. Смотрите на картинку. Один к одному. А вот Раша, вот я сейчас ищу, 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 ищу. Вот, нашел. Раша придерживается другой точки зрения, и он пишет. Это по ночам хохочущая птица, и лицо у нее, как у кошки. Интересно, что... Опять же, надо обратиться к знающим немецкий язык, и они нам не дадут соврать, что в средневековой Германии ушастую сову назвали «Хацанхреол», что означает «кошка-лика». И вот, собственно, идентифицировать эту птичку просто. Это ушастая сова. Ася отец. Отличается большими ушными пучками. Они образованы шестипериями. Небольшая птичка до 30 сантиметров. Голова очень подвижна. Практически поворачивается на 180 градусов. Сера-бурая, с пестрыми пятнами. Лопает мелких грузунов. Свои гнезда не строят. Очень любят старые гнезда ворон и сорок. Давайте перейдем к следующей. Зверушки. О, наконец, мы дождались нашего... Тут даже две птицы, но с одной картинкой. Кат и кос. В принципе, я долгое время считал, что икат и кос обозначают одно животное. Пока не наткнулся на интересное исследование профессора Феллиса, который говорит, что икат и кос – это разные подвиды одной и той же птички под названием сыч домовой. Но в нашем регионе встречаются разные подвиды. Эту птицу можно встретить практически везде, на окраинах Иерусалима. Рано утром прогуляетесь, когда сидят на столбах в боевой позе, прислушиваясь. Эти птицы, они больше пользуются не хорошим зрением, который... Это немножко стереотип, что они великолепно видят, видят великолепно, но не настолько, чтобы ловить... замечать добычу, они слышат велик куда лучше. Слух отточен, и вот поэтому и башка вращается во все стороны. И пучки ушные представляют специальную такую звукоулавливающую ловушечку. И они занимают позу на открытой местности и прислушиваются, способны услышать бег мышки на расстоянии нескольких десятков метров. И вот наши эти сычки, они невероятно симпатичные, маленькие, но очень славные птички. И жители Иерусалима знают, что у нас даже одно ущелье, названное именем этой птицы, Нахль-Кос, спускается с горы Гилол в сторону... Малхи в сторону зоопарка. И там действительно... Упоминается она в библейских текстах три раза. Два раза, опять же, в перечислении птиц запрещенных для употребления в пищу. И один раз в псалмах. В 102-м псалме говорится, «От голоса стенания моего приклеились кости мои к плоти моей. Стал я похож на ката пустыни. Был я, как кос развален». Вот мы сейчас сами все-таки будем говорить о двух птицах, о каат и кос, как в подвидах одного ида, сыч домовой. И во всех трех упоминаниях кос соседствует в техком пространстве птицей каат. В большинстве переводов, интересно, каат представлен как пеликан, а кос как ночной пернатый хищник. Но речь идет о подвидах все-таки одной и той же птицы. В качестве доказательства, вот вам резон. В тексте упомянутого 102-го псалма речь идет о сравнении страдающего человека с одним видом птицы, однако обитающего как в пустыне, так и на разваленном человечеству жилья. Любые разновидности обладают одинаковыми характеристиками, длинающим голосом и одиноким восседанием на вершине построек. Как я уже сказал, типичная поза домового свеча. В переводах в Библии на арамейский язык кос назван кодия. То же самое кос воспринят как стакан, кодия – это некая емкость. Дамут рассказывает, что птицы кодия и кифофа, мы уже говорили о прауновом фильме, под одним термином фигурируют здесь и тиншемент, и яншуф, которые лицом и глазами похожи на человека. Скулы у них как у человека. Трактатмида. Но самое интересное с этой птичкой... Сейчас я хочу вам показать картинку. Вот посмотрите. Вы видите, что на этой монете, древнегреческой, изображен сычек. Домовый, никакая другая сова, именно сычек. Здесь нету ушных сучков, поэтому с финном никак мы не спутаем. Это сыч. И надпись Афина, потому что сова, как известно, Афина – это птица, символ мудрости, символ Афины Паллады. Почему все-таки с птичем связывается Афина? Потому что в XIX веке немецкий естествоиспытатель Шибер Боя в честь Минервы, то есть Афины, афинской богини мудрости, справедливой войны, которую называют Саваоке, он, описывая род сычей, дал ему латинское название Атена или Афина. Все, сейчас Афина. Так все сычи у нас связаны теперь с Афиной. Переходим к следующей птице. Добрались мы до нее. Лилит. Ну, Лилит нам всем известно больше как имя той, кто стала первой женой Адама до Евы. Все-таки без мимфологии мы сегодня не обойдемся. В Библии Лилит упоминается, опять же, в рассказах о наказаниях, которые выпадут на долю земли Эдома за ссору с Ционом. Будут там встречаться степные животные, и Саир будет перекликаться, а Саир будет, значит, с другим там отдыхать, будет Лилит и покой находить в себе. В переводах, что мы только не встречаем. Ночное привидение, и какие-то анакентавры, и даже ламини. Ну вот, ламия, так названо, Лилит в Вульгатия, переводя на народный латинский язык. И интересно, что ламия – это персонаж отеческой муфологии, это бывшая возлюбленная Епитера, детей которого убила древнего Йонона. И ламия, доведенная до отчаяния, лишенная чарами Йонона сна, превратилась в жуткое чудовище, похищающее, пожирающее по ночам чужих детей. Также ламия высасывала кровь и жизненные силы из молодых мужчин. Юпитер даровал ей возможность уснуть, если только она на ночь вынет свои глаза. Представляете себе? Вот тогда она становится безопасной. И самое интересное, что в данном случае мы имеем перед отчаянием вынутыми абсолютно аналог семитской Лилит, знаменитой суккуб, женский демон, Лилит, который восходит, образ этого суккуба восходит к целому ряду акадашемерских мифов и попал в простые еврейские циверия. Вот нам постсоветским ашкеназам не дано познать всего разнообразия фейерверка представлений о Лилит. Мы, строя дома, в отличие от представителей восточных общин, не закапываем под порог тарелочки и мисочки с амулетными формулами, защищающими дом от Лилит. Мы не рассказываем, что Лилит по ночам может добраться в дом и высосать как некий дементер душу из новорожденного младенца. Мы не рассказываем истории о том, что Лилит соблазняет мужчин и высасывает из них все силы тоже. Однако пообщайтесь с старшим поколением выходцев из восточных общин и не такое услышите. В основе всех преданий об ужасах, которые причиняет бывшая жена Адама лежат предания о Ламашто, львиноголовой женщине, которая насылала детские болезни и похищала младенца. Также общий корень с шумерским демоном мужским инкубом Лилю, а есть и с куб женский демон, Лилиту, а есть Ордатлили. Так что вполне возможно, что по аналогии с этим ужасным ночным привидением и была названа птица, которая вполне отличается достаточно жутким видом, которая может напугать ночью кого угодно, да еще и орет соответствующим. Ну и все-таки я хотел бы в двух словах напомнить о Лилит, которая считается первой женой Адам. Само слово происходит от корня Ламет Юд Ламет Наступление Ночи. И считается, что Лилит также, как и Адам, была тоже створена из длины. И после того, как они были предоставлены друг другу, Лилит постоянно ругалась с Адамом по поводу равноправия. Это была первая феминистка. И в конце концов она покинула Эдем и поклялась, что будет наводить порчу в новорожденных чад человеческих и соблазнять мужчин, лишая их силы и воли. Ангелы вынесли в ней наказание и отныне каждый день умирают по сотне демонических детей, рожденных Лилит от совращенных мужчин. Она не находя себе покоя, как сказано о Исаии, в отметку не только наводит порчу, но и похищает, подменяя из маленьких детей, пьет их кровь, высасывает костный мозг. По сей день, как я уже говорил, в ряде еврейских общин, восточных используют специальные амулеты и задоворы, мешающие Лилит вступить на порог человеческого жилья. И еще раз подводя уже в итоге, мы видим, что ночной образ жизни, хищнические повадки, растрепанность, большеглаза, жуткое выражение лица, необычное поведение. И перед нами образ птички по имени обыкновенная или серая Миясыть Сирик Солюко, представитель семейства Савиных рода Миясыть. Все они уже сказаны. Переходим следующий птица. Ура! Мы добрались до птицы Ёж. Но правда, Солки-Под как Ёж появляется только в 20 веке благодаря деятельности Лизер-Бен-Иуда. До этого евреи хотели как-то обозначить Ёжика, они называли его общим словом для всякой мелкой мечети шерд. А слово кипод ассоциировалось прежде всего с непонятным существом, упоминающимся в пророчествах Исаи и Цани. Причем он иногда называется кипод, кипод а иногда кипоз однако уже наши комментаторы подчеркивают что кипод и кипоз это в принципе одно и то же просто чередование согласно. Ну вот Исаи сказано положу его в белом в наследие киподу и болотом и смету его метвой истребления кричит Господь воинов Ну хорошо сомнительно но предположим что ежи живут на балу очень сами приобретут землю Эдома Каат мы выяснили что это Сыч и Кипод и Яншуф тоже мы уже выяснили что это ушастая соба и Орез про Орез мы говорили это Ворон Таким образом приобретут три птицы и один еж походу поселятся склонятся на дни черта посады камней хаоса или там устроят гнездо кипоз и отложат яйца вылупят и выседят тени свои Здорово Вот что мне нравится образ ежа откладывающий яйца слеса и или цфания вот это мне еще больше нравится когда переводят ежик кипода коробка сосоний цфани как еж ну послушайте будут лежать внутри ее иные стада всяческих зверей также каат вот опять наш сыч и также кипод на капителях ее будет ночевать голос раздаваться будет из окна ну вот просто здорово вот у меня на картинке тут изображен да орущий еж на композитном ордере некой капители впечатлительно в общем или когда это выезжающий летучим змеем переводят совсем тоже замечательно то есть понятно что ни о каких ежах речь изначально не идет и попробуем углубиться в тонкости этимологии этих слов ну вот такие авторитеты как раше раби шламой царки и рабдак раби давид кимхи отметили что кипода кипоса это одно и то же правда более поздние комментаторы даже уточняют кипоз это кипод подскакивающий вверх а раше дает киподу следующее определение в комментариях к таракстату брахот кипод животное похожее на обезьяну обладает длинным хвостом и называется мартине животное типа слона обезьяны кипода выглядит удивительно но начнем с того что точно это не ешь обезьяна похож на обезьяну с длинным хвостом самое удивительное у раше это что называется мартине мартине это абсолютно романский термин но это не удивительно раше жил во франции и французские французские советчики постоянно встречают в общении но мартине по-французски это стриж стрижка такая и ну вот ладно хорошо и так и тот и другой и кипода кипод смахивает на обезьяну при этом именуется орнитологическим термином но что интересно что с обезьяной сравниваются и другие птицы сеншемет и яншу помните они называются кифофа очень похоже на слово ков обезьяна и когда раше пишет что кипод похож на коф он имеет ввиду не внешний вид а исключительно это основывается на лингвистическом анализе потому что слово кипод воспринимается им как производное от армей арамейского глагола кпд что означает складываться свертываться съеживаться вот опять мы к ежам пришли и обезьяна такая же очень ловкая и поэтому да кроме всего прочего он еще воспринимает слово кипод и кипоз в связи с другим глаголом кпд прыгать вот почему и пишешь что кипод кипоз это кипод подскакивающий вверх но в любом случае такая характеристика больше подходит к все таки к птицам больше чем к ежам и современные исследователи уже сегодня не сомневаются что под киподом кипозом скрывается птица семейства сов болотная болотная сова пестрая птичка с сильно развитыми крыльями короткими ногами ее ареал необычайно широк вот вам тут кстати болото и в нашем регионе встречается посеместно хотя и предпочитает болотиста поросшую камышом местность но это и долина хула и предместе вихрон якова и иорданская долина птица здесь старе распространенная следующая наша птичка шалах которая ассоциируется современными свердователями с так называемым бурым рыбным филином и дело в том что в переводах во всех он называется птицей рыболовом на том что речь идет о птиц рыболов может быть чайка тамудин например говорит об этой птице что шалах это выуживающий рыбу из водоема но тот ряд в котором упоминается шалах например в книге ваикта опять же в перечисление запрещенных нечистых птиц коз нами упомянутый шалах киншуф киншемет каат ну вот пожалуй опять же речь идет о совинах единственный из филинов питающихся рыбой и обитающих на ближнем востоке является бурый рыбный филинг следующая наша птица мы уже подходим к концу которая переведена саир как косматый как некий козел и в переводах встречается опять же в описаниях развалин и бесы и лешие и косматые и козлы однако речь идет о вполне просто взъерошенный но безобидный кроме мышей кроме как для мышей птички под названием сплюшка она и есть этот косматый саир слово саир однокровенное со словом саар волос тиншенет птица которая в русских переводах нас встречается как ассоциируется с лебедем но на самом деле выясняем что к лебедям не имеется никакого отношения это сипуха обыкновенная и вот наконец мы добрались все 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 10 птиц мы разобрали еще симпатичная картинка из бестиарь вот так представлена библейская птичка Яншов а вот иллюстрация к библейским животным ВУД до конца 19 века исследование на английском языке это про меня говорю и ВУД тоже считает что на разлаганных никаких нету мистических козлов ночных привидений и ежей на капителях колонн исключительно селятся все таки совы но ворон тоже упоминается вот у нас ворон имеет страусов и лебедей незамеченных друзья у нас время подходит к концу вопросы Да, Михаил, добрый вечер Вы, так сказать, замечательные лекции прочли не только потому что Вы в меньшей степени ее посвятили мифологии сравнительной хотя за это отдельное спасибо А скажите, пожалуйста Вы не могли бы привести источник У Вас такой своеобразный прием вы применяете когда Вы то, что я сейчас скажу к Вам не относится разумеется когда Вы говорите о том что вот какая-то глупость есть например что ежи летают или что пеликан в пустыне вдруг завелся когда понятно что он может быть только на воде вот и ее потом опровергаете очень убедительно надо сказать а не могли бы привести источники в которых эта глупость фигурирует вот про ежей например когда ежей переводится как еж и воспринимается ассоциируется как обычный наш среднерусский возвышенность ежик фигурирует фигурирует перевод в книге пророка Исаии 14 глава в русском переводе ежи Исаия 34 глава еж фамия 2 глава еж ну достаточно вполне вот теперь понятно откуда такое странное представление у христиан в частности православных а наши замечательные туды спасибо еще вопросы друзья большое спасибо за внимание спасибо Илья отдельно я страшно рад что ты находишь время и второй раз уже появляешься на семинаре прости что я не ответил на твое письмо Илья Леснянский но я его прочитал получил и мы с тобой сейчас позвонимся поговорим спасибо Сергей всем большое спасибо на танк можно отключаться и переходить к Пинхаса Полонского на лекция да про Пинхаса Полонского я думаю что все получили сообщение как и было заявлено вместо живого лектора в кавычках на странице курса ссылка на аудиозапись можно прямо слушать на странице курса окей все таки пошел на презентацию книги про храмовую гору он уехал куда-то вглубь России ну Пинхас нужен всем это да окей спасибо 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 Продолжение следует...